Я бы хотела с вами обсудить события в нескольких последних дней. Начну с ситуации, с якобы борьбой с украинской ДРГ в Брянской области, которую активно обсуждали несколько дней назад. С учетом того, что мнения на этот счет звучат сейчас разные, что по-вашему там могло произойти на самом деле? Значительная часть граждан России решили объединиться в российский добровольческий корпус. Это очень плохая новость для Путина, потому что не исключено, что движение российского добровольческого корпуса по территории России встретит не только сопротивление, но и поддержку. В общем, условия существования этой власти, сегодняшней власти в России, ну абсолютно неприемлемы для граждан. Это и бедность, это и репрессии, это причем репрессии уже какого-то такого сталинского уровня. И предпринимаются усилия самые разные со стороны Кремля для того, чтобы предвидеть или предотвратить развитие вот этой ситуации. Известно, что и Кремль этим пользуется. В Кремле у власти спецслужбы. Их методология – это провокация. Это посмотреть, что будет, если это, скажем, произойдет. Ну вот, это могла быть и провокация, это могла быть и просто ответная реакция на то, что добровольческий корпус, возможно, уже начал делать. Но в информационном пространстве он уже присутствует. Выступают его представители. Это очень волнует Кремль. Вообще, вот если говорить о дальнейшем использовании этого инцидента, как Кремль может этим воспользоваться? Вообще, насколько ему на руку то, что сейчас произошло там? Ну, вы абсолютно правы. Кремль, технология Кремля, удержание власти – это запугивание граждан, запугивание их разного рода угрозами. И вот угроза, 99-й год, сентябрь, угроза терроризма, взрыва домов, которые чекисты сами проводили. Начало Второй Чеченской войны, это в Дагестане, значит, такая небольшая группа боевиков, которые пришли на помощь в селу в Дагестане. Вот это нападение на Россию. Это возможно и очень вероятно, что это попытка использовать эти события для запугивания граждан. Или во всяком случае проверить, как граждане будут реагировать на это. Граждане, не думаю, что очень сильно испугаются, когда поймут или услышат о том, что часть российских граждан пытается освободить их от этой власти. Это одно из разочарований, которые ожидает Путина. Это тоже очевидно. Вот. Ну, тестирование общества, тестирование граждан – это их технология. Технология спецслужб. Провокации. Ну, по крайней мере, очевидно, что им интересно, какая будет реакция общества. При том, что им кажется, что они подавили вообще все возможные реакции. Тем не менее, этот корпус существует. И очень может быть, что остались еще в России свободолюбивые граждане, которым это понравится, какая-то такая активность части российских граждан. А на какую реакцию он рассчитывает, что именно он хочет увидеть? Ну, вы сказали точно, что в 1999 году это был испуг. Это граждане начали прижиматься к власти. И Путин, до этого директор ФСБ, потом премьер-министр, в 2000 году получил невероятную поддержку – 70%. Но тогда ему удалось напугать общество взрывами домов, вот этой Второй Чеченской войны. И, наверное, вы знаете, слышали об этом, часть демократической общественности поддержала Путина. Ну, почти вся там были сумасшедшие, Боровой, Новодворская, которые говорили, что чекист порочит голову. Вот, а остальные говорили, как, кстати говоря, как в начале Грузинской войны. Тоже ведь начало войны – это провокация. Схинвали, сообщения по всем средствам массовой информации, Саакашуили бомбит Схинвали. Тысячи смертей, тысячи жертв. Известная вам журналистка делает заявление, давайте объединимся вокруг Путина. Человек демократических взглядов, лидер оппозиции Борис Немцов. Первое его заявление было очень неосторожным. Давайте поддержим Путина. Вот, и мы тогда организовали тоже двое сумасшедших, прямой мост с Домом правительства в Тбилиси. И начали рассказывать, ну, сначала журналистам, что на самом деле происходит. Вот. Одна и та же схема, это удивительно, но у них, понимаете, их так воспитывали дезинформация, то есть начинается пропагандистская кампания. Сначала провокация, потом пропагандистская кампания, а потом какие-то действия такие усиливающие и пропагандистскую кампанию, и провокацию. А вот, кстати, если говорить о пропаганде, о том, что, в принципе, куда это все, к чему это все движется, действительно, есть ли у Путина какие-либо еще рычаги, остались ли они сейчас, для того, чтобы как-то интенсифицировать боевые действия? И вообще, как-то перевернуть ситуацию в свою пользу? Это разные все-таки вещи. Значит, боевые действия. Сегодня основной инструмент – это все-таки оружие, это интенсификация, собственно, боевых действий, но еще и пропагандистская кампания на Запад. Она довольно эффективна сегодня. Эта пропагандистская кампания привела к тому, что передача оружия Украине очень сильно тормозится, благодаря тому же запугиванию Запада, запугиванию Третьей мировой войной, ядерной войной. Очень эффективно и очень активно сегодня пропаганда действует против эмиграции. Я даже специальное заявление об этом делал, о том, что гражданам России, находящимся в эмиграции, надо понимать, что очень много и очень активно продвигается проектов антидемократических в эмиграции. Все то же самое, что было после революции, ГПУ, НКВД было очень активно в эмиграции и раскалывало это движение спецслужбы советские тогда, большевистские. Вот и сегодня несколько очень дорогих проектов действует, действовало и действует в странах Балтии, в Европе вообще, в Украине, к сожалению, тоже. О каких идет речь, не могли бы вы разъяснить, назвать хотя бы пример, о каких правилах идет речь? Я не хочу, так сказать, пальцем показывать, понимаете, это все-таки результат экспертизы, который должны делать спецслужбы, понимающие, что под видом эмигрантских проектов, демократических продвигается нечто другое. Но вот самые крупные проекты продвигаются через сторонников Навального. Значит, это имеет форму антипутинской оппозиции, понимаете, но по существу задачи, которые они решают, это задачи Кремля. Отвлечение внимания, раскол. Много усилий тратится на раскол внутри Украины. Тут уже я пальцем просто не имею права показывать, но, наверное, вы знаете, что есть ресурсы, которые продолжают бороться с президентом Зеленским и с некоторыми установками антироссийскими. Скажем, то, что меня волнует, это продолжающаяся деятельность агентурной сети российских спецслужб. Зеленский борется с этим, ну, государство в целом с этим борется и против агентурной сети и в армии, и в спецслужбах, и в государственном управлении. Но пропагандистская часть противостояния, так сказать, Украине продолжается и на этом уровне. Вот кроме Брянска и Брянской области, того, что там происходило, уже тоже в несколько дней последних обсуждают историю с беспилотниками или, как их в некоторых российских пабликах называли, НЛО, потому что не могли сначала объяснить долго, что именно это было, которые вот наносят удары по объектам России. Могут ли вообще вот эти события, которые показывают, по сути, насколько беззащитна российская ПВО, во всяком случае там, где все-таки прилетела, может ли это стать основой для каких-то внутренних потрясений в России, вообще вот подтолкнуть общество к протестам, возможно? Знаете, российское общество – это наследник советских традиций. Это такое явление, которое называется «хомосоветикус», «человек советский». У него очень специфический, так сказать, способ мышления. Ну, это там длинная тема, но пропаганда сегодня очень эффективно использует именно вот эти установки, которые заложены в сознание советских людей еще в советские времена, особенно старшему поколению. Но, как оказалось, они легко передаются и среднему, и младшему поколению. Вот, именно поэтому пропагандистская кампания так эффективна в России, и было время, когда она была очень эффективна даже и в Украине. Вот, хотя последние годы существенно изменили сознание украинцев. Вот, ну вот установка на НЛО – это вот оттуда, из прошлого и из советских установок. Пропагандистская кампания российская довольно эффективна, она сложно устроена, она довольно эффективно использует эту информацию для решения собственных задач. Вот, ну, надо чуть активнее действовать, так сказать, вот с украинской стороны или со стороны эмиграции, потому что граждане России все-таки прислушиваются там через разные каналы и к мнению украинцев, и к мнению российской эмиграции. Здесь, скажем, было бы правильнее не называть всех русских варварами, в том числе те, кто в эмиграции, а использовать их для собственных целей. Я, это обращение, так сказать, к руководству Украины. Ну, такие же слова говорит, скажем, Арестович, там и многие другие в Украине, но доминирующее мнение, что, в общем, русские все одинаковые, ну и так далее. Это же не так, я надеюсь, это понятно. То есть ни о какой гражданской войне, ни о какой революции в ближайшее время в России говорить не приходится, я правильно вас поняла? Нет никаких признаков гражданской войны, социального напряжения, так сказать, внутри регионов. Есть напряжение с национальными регионами. Вы, наверное, слышали заявления в Европарламенте, были слушания и выступления, заявления о свободе части национальных регионов. Они борются за свободу, они хотят этой свободы. Это еще в девяносто первом, третьем, пятом году многие национальные регионы заявляли о возможности, независимости о том, тогда же ведь в девяносто третьем году была сформулирована конституция федеративного государства, государства, в котором регионы относительно независимы. И многие регионы, действуя в рамках Конституции, делали такие заявления. Но федеральная власть начала такой обучающий процесс с помощью Первой Чеченской войны. С одной стороны, Ельцин говорил, берите свободы сколько хотите, а с другой стороны, эта свобода подавлялась, ну, тоже довольно варварским путем. Эта война была начата в 94-м и закончена в 97-м году подписанием Хасавьерского соглашения. Но еще долго отголоски этой войны присутствовали, и главное, отголоски противостояния с регионами национальными. В таком случае речь идет о нескольких годах, о десятилетиях. Вот по вашим ощущениям, насколько это может растянуться? Это главный вопрос, который задают все эксперты, когда этот режим закончится. Он может закончиться завтра. Одно неверное движение, и все посыпется. Он может продлиться еще, значит, сегодня 23-й год. Путин начал в 2000-м году. Значит, 23 года. Это больше, чем сталинский режим. Понимаете, это, там, при том, что он уже не молодой человек, это может закончиться завтра. Просто смертью диктатора. Это может закончиться каким-то неосторожным действием, связанным с использованием неконвенционального оружия. Об этом он сам все время говорит. И тогда это будет уже проблема не только Украины. Это будет проблема... Ну, и сейчас это проблема не только Украина, но все-таки такой коллективный Запад старается действовать осторожно, предполагая, что не стоит провоцировать Путина. Вот. Это может закончиться завтра. Это может закончиться через год. Оснований экономических для существования России, Российской империи, больше нет. Экономика не работает. Бизнеса, который создает 50% бюджета малого-среднего бизнеса. Его в России больше нет. Есть госкорпорации неэффективные, есть коррупция безумная, вывод огромных финансовых ресурсов из России. Это может продлиться, тем не менее, очень долго. Читайте Сорокина, День опричника. Там это все описано. Они, видите как, они не против того, чтобы количество граждан в России сокращалось. Они не закрывают границы. В свое время похожей тактики придерживались большевики. То, по-моему, 32-го года были более-менее, или даже позже, открыты границы. Пока, наконец, они очень резко не закрылись и не усилились репрессии внутри советской России. Если говорить о введении войны России, вообще, вот вы сказали, что экономика российская уже по факту не работает. Надолго ли в таком случае у России хватит ресурсов для того, чтобы продолжать войну в Украине? Европейцы начали отказываться от российского газа, частично от российской нефти. Но Соединенные Штаты не считают необходимым это делать. Сегодня больше одного миллиарда в день Соединенные Штаты перечисляют Путину, Кремлю в день. Один миллиард в день. Это при том, что военная помощь сегодняшняя измеряется один миллиард в месяц в Украине. Ну, чуть больше, один и три десятых. Вот. Этот режим может существовать с точки зрения ресурсов довольно долго, если он будет подпитываться, поддерживаться. Это же ведь, ну, фактическое финансирование режима. Соединенные Штаты могли давно, как это было при Трампе, давно отказаться от финансирования России. А при Трампе Соединенные Штаты превратились в экспортера энергоресурсов. Вот. И это можно было сделать, восстановить, но нынешняя администрация, демократическая партия, у нее другая концепция развития, антиуглеродная, так сказать. Я не знаю, какая погода сейчас в Киеве, но вот здесь, в Лос-Анджелесе, холодно, понимаете, некие разговоры о global warming, о глобальном потеплении, ну, просто смешно сегодня вести. Поэтому демократическая партия, которая организовывала митинги молодежи с требованием, там, принимать решения, финансировать антиуглеродные, так сказать, компании, вот сейчас все молчат. холодно, просто аргумент, понимаете, сама погода борется с пропагандой. Вообще рассматривается ли вопрос поиска преемника Путина? Вообще, если прорабатывается ли такой сценарий, вот на случай его там смерти, либо еще каких-либо условий, потому что, как вы сказали, он-то уже не молодой, все-таки есть ли такой вариант? Не выживает эта пирамида. Значит, вот мы с вами уже рассмотрели, как она живет, так сказать, как она становится устойчивой. Это сдержки и противовесы Путина, и попытка сменить вершину пирамиды, просто это такой сдерживающий элемент, просто приводит к ее распаду. Она больше всего напоминает, знаете, такую песочную пирамиду, в которой все, кроме вершины, находится в динамическом равновесии. Попытка сменить преемника, значит, приводит к распаду. Попытки были же уже в свое время. Сергей Иванов считал себя преемником, и это очень печально для него кончилось. Было несколько преемников, каждый из которых был отстранен от власти, отстранен от трона, отодвинут от трона. Путин не допускает такой возможности, и окружение, кстати говоря, тоже, потому что для окружения вот это динамическое равновесие, динамическая стабильность, она очень важна. Ближайшее окружение Путина, благодаря этой стабильности динамической, просто зарабатывает огромные деньги, но не только коррупционными схемами, но и обычными бизнес-схемами. Они инвестируют огромные ресурсы. Вот сегодня на Западе заморожено там 350 миллиардов долларов. Но совершенно очевидно, что объем ресурсов, который был перекачан на Запад, измеряется в полтора-два триллиона долларов. Они размещены, эффективно размещены на рынке недвижимости, на рынке крупных компаний. Так что приемник никому не нужен. Всех устраивает вот эта дурная стабильность. Семьи на Западе, вот у почти всего окружения, при том, что делается заявление о том, что Запад борется с олигархами. Борьба идет не с теми, кто является олигархами, вот этим ближайшим окружением, а с предпринимателями из 90-х годов. Вот, в основном, потому что они на виду, потому что их бизнес прозрачен, виден, эффективен. А все эти ближайшие друзья Путина из кооператива «Озеро», владельцы сотен миллиардов долларов собственности, их даже не трогают. Более того, они получают гражданство разных государств. Кто Финляндия, кто Франция, кто Германия, кто Швейцария, кстати говоря. Вот они, их тоже видят, но с ними никто не борется. Это такая довольно циничная позиция, это как с нефтью было и газом. Оно, конечно, финансирование Путина, но уж больно это выгодно, понимаете. Дешевая нефть, дешевый газ. Индии, тут призывы к Индии сокращать, покупать российскую нефть привели к тому, что индийское руководство просто заявление делало о том, что они бедная страна. Они не могут отказаться от дешевой нефти, они не могут вступить в борьбу с Путиным. Говоря о самом Путине, что, по-вашему, будет с ним после проигрыша в войне, если вот такое произойдет? Вы знаете, я бы хотел, чтобы это был Гражданодный Трибунал, потому что это очень важно, так же, как это было после победы над нацизмом, очень важно разобрать все это по косточкам, очень важно воздействовать на общество, после Нюрнбергского Триминала в Германии прошло 300 тысяч судов над конкретными исполнителями, пропагандистами. Это был процесс, который длился десятилетиями очищения общества от вот этих ядовитых корней нацизма, военщины, агрессивности. Я считаю, что эти суды должны произойти, но сегодняшняя позиция администрации Белого дома, что не нужно говорить о Трибунале, это почти официальная позиция, потому что это может создать опасную ситуацию для европейских стран, это может усилить агрессивность этого режима, и насколько я понимаю, если некоторое время назад руководство Украины говорило о Трибунале, не только о Гаагском, так сказать, суде, но и о Трибунале международном, то сейчас под воздействием вот этой идеи не раздражать Путина, эти разговоры прекратились. Это очень печально, потому что понимаете, даже сегодня это уже не так опасен сам Путин, как его окружение и состояние общества. Если сегодня Путин умирает и возникает какая-то модель свободных выборов, то общество выберет точно такого же Путина, агрессивного, опасного для мира человека. Если говорить об окончании войны, каким вы его видите? Как вообще в будущем могут выглядеть отношения Украины и России после войны? Я думаю, что Россия перестанет существовать как единое государство. Вот эти автономные процессы дезинтеграции, они принимают все более реалистический то ли характер. Я думаю, что речь пойдет десятки новых государств, которые будут образованы на территории России. Часть из этих государств будут демократическими, часть из этих государств будут имперскими, националистическими. Уже примерно ясно, что на юге, где доминируют такие патриотические имперские настроения на юге России. Могут возникнуть государства, которые себя назовут Российскими империями. Будем надеяться, что у них не будет ядерного оружия, чтобы доказывать всему остальному миру свое, так сказать, имперство. Вот, будут демократические государства на севере. Вот, будет много государств национальных, Итгушетия, Чеченская республика, Дагестан, это претендент на создание нескольких государств, на самом деле. Вот, ну и так далее. Я думаю, что Дальний Восток, там может возникнуть независимое государство. В свое время довольно эффективные разговоры шли о создании Уральской республики демократической. Тогда был губернатор Мроссель, они не хотели кормить коммунистические регионы. Очень много коммунистических регионов, которые в которых доминируют вот эти этатистские настроения, они безусловно начнут пытаться строить коммунизм. Поскольку это не будет получаться, они будут пытаться бороться со своим окружением, с другими регионами. Возможно, это будет причиной конфликтов и гражданских войн. Это еще проблема, которую придется решать не только гражданам России, но и окружению. России, и Китаю, и Японии, и Соединенным Штатам, и европейским государствам. Начнется очень сложный процесс, сложный переходной процесс, который займет, я думаю, несколько десятилетий, если не столетия. А если вот хотел уточнить по поводу, если говорить о окончании войны, вот Украина, по-вашему, вернет себе все свои территории до границ 91-го года, как это было ранее? В этом нет никаких сомнений, потому что нападение на Крым, вот это агрессивно-имперская политика, и это проявление желания удержания власти, спецслужбы. Значит, если возник несколько, так сказать, нормальных государств, даже имперских, даже коммунистических, но я очень надеюсь на то, что у них не будет сил проводить такую политику и не будет ресурсов. Это же ведь, понимаете, значительно более важная вещь раздробленность ресурсов между разными государствами, чем даже более важная, чем раздробленность там, скажем, вооружений, даже ядерного оружия. Серьезная проблема, кстати говоря, нужно будет, как это было при распаде Советского Союза, нужно будет каким-то образом быстро и эффективно решать вопросы с ядерным оружием, чтобы оно не стало предметом рыночной торговли. сегодня Кремль много делает для распространения ракетных технологий, ядерного оружия, мы это видим по Ирану, на примере Северной Кореи, в которой вдруг после, знаете, десятилетий неудач развития, ну вот просто ракетных технологий, вдруг, когда ракеты падали даже на территорию России, вдруг успешное развитие этих ракетных технологий, ядерное оружие, которое, ну, маловероятно Северная Корея могла создать самостоятельно, то же самое с Ираном, огромное количество там советских ученых, которые работают, работали и работают в Иране и помогают им создавать ядерное оружие. Очень серьезная проблема. Ну и последний вопрос, если можно, вообще вот, что, как вы считаете, ждет Украина после войны в случае победы? Ну, я думаю, что это очень тяжелый процесс восстановления, долгий. Опять же, рассчитывать на такую безграничную помощь Запада не стоит. помощь будет оказана, но в основном она будет исходить от самих граждан Украины в восстановление государства, государственности. Вот это очень тяжелый процесс. В этом процессе будут продолжать участвовать спецслужбы и агентурные сети, созданные Россией. И я об этом много говорил и считаю это опасным процессом, опасным явлением. С ним надо было бороться сразу после выборов Зеленскому или Порошенко. Вот, этой борьбы не было. И это значит, что влияние вот этой опасной части России, имперской России останется, будет продолжаться и с этим тоже придется Украине бороться или смириться и повторить вот этот вот дурной путь соседства с имперской Россией. Украина, я надеюсь, будет демократическим европейским государством и большинство населения не будет, как это было в прошлом голосовать против НАТО, против европейского пути Украины. Вот, Украина очень изменилась. Изменилась в лучшую сторону вот от этого советского состояния. Вот, благодаря Путину, благодаря варварству российской армии какое-то понимание системы ценностей появилось, демократических ценностей. Вот, и я думаю, что это очень ценный опыт, который граждане Украины должны использовать. А вот, говоря о поддержке европейской, вообще, вы сказали, что надеетесь на то, что украинцы не будут против, голосовать против НАТО и ЕС. Готовы ли Запад в ближайшее время, вот после окончания войны, сделать Украину членом НАТО и ЕС в таком случае? Ну, понимаете, если это будет послевоенное перемирие, то есть, если Россия останется в состоянии вот этой империи, которая оккупировала, то есть, произойдет возврат к состоянию до 24 февраля, то есть, останутся части оккупированной территории за Россией, и Россия будет продолжать быть имперской, то Запад, как вы знаете, проявляет определенную осторожность в участии Украины в НАТО, в участии Украины в ЕС, заботиться, между прочим, не только о себе, но и об Украине, заботиться о том, чтобы вот эта конфронтация, противостояние с Россией не расширялось, не развивалось. Ответить однозначно на ваш вопрос невозможно. Все зависит от того, какие процессы будут происходить в России. А это зависит, между прочим, от того, насколько нынешняя Украина будет поддерживать оппозиционные тенденции в России и в российской эмиграции. То есть, кое-что зависит от самой Украины. То есть, Украина должна помочь, по большому счету, России пройти этот путь от избавления от имперскости, я правильно вас понимаю? Пройти путь дезинтеграции. Да, или избавления от имперских настроений, тенденций, структур. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго, до свидания. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok